Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Ну, может быть, всё-таки с праздника и начнём. Ведь действительно, каждая, мне кажется, страна, она создаёт свои мифы. И мне кажется, что потихонечку тоже обрастает. Есть своя мифология у каждого государства. Как было в советское время, не знаю, Ленин в октябре. У нас, может быть, стражи Риги, которые там изображали эти события. Всевозможные тоже в несколько таком, ну, приукрашенном виде. Насколько вы относитесь к такого рода мифологии? И насколько она вообще нужна государству? Или нужна суровая правда? Ну, кому в наши дни, да и любые другие времена, нужна суровая правда, как она есть. Вот, мне кажется, вам как раз. Ну, ладно, но это такое редкое исключение, я полагаю. Но целиком народу, ну, со времён Римской империи всегда было ясно, что нужно народу в таком или другом ключе. И, ну, ничего нового нет. Хлеб-зрелище. Хлеб-зрелище, ну, конечно, не в прямом смысле этого слова, но ну что, так что если посмотреть на то, как любое государство, любое государство во всём мире старается немножечко приукрасить свою собственную историю, мы никакое не исключение. И так оно есть, и так оно есть повсюду. И вот у меня только что вышла книжка про Боливию, Боливия проиграла. Чем вас поздравляем. Спасибо. Все войны, все, абсолютно все войны. Она потеряла там большую часть своей территории во всех этих войнах. И, тем не менее, у неё есть свои военные герои, у неё есть свои военные легенды про вот такой-то герой, который там остался один против тысячи противников и там их посылал не очень вежливо куда-то подальше, но и пал смертью героя. Ну, что-то всегда можно найти, приукрасить и так далее. Ну, и самое, по-моему, главное, что какие-то факты должны быть в основании всевозможных легенд и мифов. И тут тоже Латвия не исключение. Ну, 11 ноября 100 лет назад было и произошло то, что произошло. Вот бермонтовские войска побежали. Ну, почему они побежали? Ну, нам помогли, если бы не помогли, кто знает, как было бы, но было так, как было. Как вы относитесь, кстати, сейчас к идее национального объединения, вот объявить этот день, День Новосибирсиса, официальный выходной днём, а 1 мая отменить, да, и перенести вот на ноябрь, ещё один праздник нам подарить? Я, знаете, все эти постоянные оргии с новыми праздниками, старыми праздниками, я отношусь не очень положительно. Я думаю, что в сердце любого человека есть те праздники, которые он отмечает и которые он не отмечает, и желание политиков что-то установить в своей порядке ни к чему не приведёт, по большому счёту. По поводу порядков, вот у вас очередная книга, лежит, кстати, на столе, сейчас вышла ещё раз, да, вас поздравляем, она называется «Брунос Яуновас Берли Святес Навас Сена», перевести, наверное, правильное будет «Дети коричневой девы» в тени священной смерти. Ну да, или «Священной смерти», ну да. Да, есть «Священной смерти», может быть, очень кратко, тезисно, я уже успела познакомиться с аннотацией этой книги, да, но о чём она и кому посвящена? Ну, в принципе, книга вот сегодня утром особенно актуальна, потому что у нас это не очень такая важная новость, но в мировом масштабе это новость, в принципе, номер один, что президент Боливии Моралес подал в отставку после длительных волнений в стране из-за, скорее всего, фальсификации в президентских выборах. Вот, и я очень-очень чувствую себя очень облегчённо, потому что книга, которая создавалась несколько месяцев назад, уже было написано, что бывший президент Моралес, потому что… Вы предчувствовали? Нет, ну, он не мог быть, потому что он уже три срока подряд был президентом, и по конституции там была очень-очень-очень шаткая конструкция, что он может претендовать ещё раз, но он всё-таки был кандидатом, и, ну, вот, всё, подал в отставку, в книге вся правда, правда и только правда. А почему вы решили переключиться, допустим, там, с наших реалий, в которых вы тоже известны, вот, на Боливию, допустим, да, и не только Боливию? Знаете, я думаю, что русскоязычному слушателю-читателю это, может быть, не так известно, но, в принципе, это уже моя десятая книга про путешествия, так что… Вы в Венесуэль… Нельзя всё время писать только про местные реалии, так можно и в депрессии впасть, и что-то ещё похуже, так что надо отвлечься и на что-то другое, и понять, что в мире всё-таки есть много стран, и мы не являемся пупком Вселенной ни в коем смысле. А эти книги пользуются популярностью в Латвии? Мне кажется, что да, вот те из этих десяти книг, которые мне больше… Сравни, допустим, чекистов и коммунистов, да, здешних, и, допустим, книги… Аудитория абсолютно другая, и вот мои друзья и знакомые говорят, Лата, ну, твои чекистские и коммунистские книги, ну, так, а ну, про путешествия пиши побольше, пиши побольше. Но есть и другая аудитория, которая на путешествии глубоко как бы… Всё равно. Как бы всё равно, и которая вот, которая интересуется политическими реалиями. Сколько книг у вас выходит в год, если всё удаётся, из публикации, из создателей… Ведь ещё скоро, ещё одна на подходе, я понимаю. Ещё одна на подходе. Если этот год, про 2019 поговорить, сколько книг? Ну, вот это первое, будет, ну, в этом году и второе. Ну, две книги – это можно. По полгода на книгу – это реально. Причём одна из них посвящена путешествиям, а другая – политике. Или латвийской. В латвийской имиду. Мне кажется, в данном случае обе перекликаются с политикой. Ну, в некотором смысле. Тут политики вот процентов пять. Знаете, тут больше всё-таки разные интересные вещи. Там серебряные рудники, и кокаин, и наркокартели, и вот все возможные культы. И опять-таки наркотики. Ну, всё то, что интересует нормального человека. Здорово. Как они там живут. И вот, как вы уже сказали, вторая книга тоже в этом году, скорее всего, выйдет. Да, ну, я думаю, что выйдет, если ничего. Она называется коллаборационистом, если мы о ней сейчас говорим. Да. И, может быть, слушателям поясните, вы столкнулись с несколькими трудностями при её, может быть, рекламе, сборе информации, публикации. Да, это, конечно, интересная история. Так, значит, Петая Ком уже издал две книги в серии чекисты и коммунисты, которые были, ну, настолько документальными, насколько вообще возможно. Это были списки штатных служащих КГБ и номенклатурщиков компартий и так далее, и так далее. Вот, и следующая книга посвящена одному очень конкретному коллаборационисту, советскому коллаборационисту, бывшему советскому суде, нынешнему адвокату и миллионеру Ромалду Вансовичу. Почему именно вот одному конкретному человеку? В принципе, господин Вансович, по моему убеждению, очень является ярким символом ситуации иллюстрации, а скорее не иллюстрации Латвийской Республики. То есть, мы открыли мешки КГБ, немножко ужаснулись, немножко обрадовались, что там не так много людей, как мы считали, ну, и ладно, будем жить дальше. Я не видел ни одного честного признания тех людей, которые в мешках были, что, ну, да, вот хотел жить лучше, вот пришлось сотрудничать, ну, там, стукнул на того, на этого, ну, там, ну, несколько жизней покалечил, ну, да. Ничего особенного. Ничего особенного. Вот, и, но в то же самое время тысячи и тысячи людей, которые себя превосходно чувствовали. Господин поэт Ян Исирок, по-моему, пришел маму, который, вот вы говорите, никто не признавался, честно, что сотрудничал? Он признался, что он сотрудничал, но я не слышал от него... Раскаяния. Раскаяния я не слышал, я не слышал, что вот, как слов, как я плохо поступил, что я в то время делал то-то, то-то и то-то и то-то. Были слова, что вот пришлось, вот заставили, я не хотел, но что поделать и так далее, и так далее. Это не одно и то же самое. Да, я просто хочу сказать, что вот мне в студенческие годы повезло, я учился, когда в Москве, учился вместе с Константином Пупорсом, который затем вот был выслан из страны, и, ну, за то, что он пронес красный-белокрасный флаг, и затем, когда мы с ним встретились уже после возвращения сюда, вот мы... Ну, я не могу сказать, что мы дружили, но мы общались. И вот я его спрашивал о ситуации в Латвии, и он мне сказал, Олег, о чем ты меня спрашиваешь, если те люди, которые меня высылали, я их сейчас вижу во властных всех структурах. Вот могли бы вы прокомментировать вот это заявление? Я помню, что я тогда даже удивился, как может так быть, ну, ты не поверишь, но те же самые люди, которые подписывали, ну, вот эти все документы о том, чтобы меня выслать, и которые меня там отравили, они сейчас, в принципе, прекрасно себя чувствуют. Ну, конечно, и господин Ансович является прекрасным примером. Ну, то, что у нас председатель Верховного суда является агентом КГБ с кличкой «Райтис», если я правильно помню, ну, это что-то вопиющее и здравому смыслу абсолютно несоответствующее, но это так, это та система, при которой мы живем. И, ну, понимаете, ну, нам говорят, что система была такова, мы ничего не могли, ну, пришлось, пришлось, ну, нам пришлось. Конечно, не все могли, не у всех были, было достаточно внутренней силы, чтобы стать Константином Пупурсом. Константин Пупурс, ну, как бы ни печально, это скорее исключение, чем правило. Но были люди, которые советскую власть терпели, потому что, ну, куда деться, жить надо. А были те, которые активно сотрудничали, которые хотели выбиться в люди, которые были готовы на, в принципе, любые вещи, чтобы подняться, прокарабкаться как-то выше, выше, выше. Ну, вот и господин Вансович, опять-таки, возвращаясь к герою или анти-антигерою будущей книги, это очень яркий пример вот такой вот жизненной оппозиции. А бывший товарищ, нынешний господин в одном из интервью хвастался, что как он стал самым молодым судей Верховного Суда Латвийской ССР. И это действительно было так. Человек сознательно, то есть судей советских было много, советских народных судей было много, но были те, которые старались выслушиться. Которые понимали линию партии и старались ей соответствовать, как возможно, ну, то есть, как у Латышей есть поговорка, на счет того, чтобы бежать впереди паровоза. Ну, господин Вансович был настоящим спринтером. А вы, кстати, да, поддерживаете то, что, вот, говорите, как у Латышей водится, выслуживаться перед кем-то, то есть раньше, если это там Советский Союз, сейчас это Берсель, допустим. Мы же все это прекрасно видим. Как изменить эту привычку или это все, это действительно в геноме? Ну, если бы я знал, я бы об этом написал, я не знаю. А по поводу, вы не закончили свой рассказ, какими препятствиями вы столкнулись при публикации книги и ее популяризации? Ну, так вот, то, что у нас в современной Латвии были и раньше книги, которые считались не очень-то приличными, и которые там не продавались в одном, в одних книжных магазинах или других, такое было. Но вот такое, что книга считается нежелательной уже до выхода, и даже реклама данной книги является нежелательной, вот такое я никогда не видел. Но, тем не менее, первый случай был, когда был праздник книги Латвийской национальной библиотеки, которую организовала ассоциация книгоиздателей Латвии. Ну, мы решили, раз такое замечательное мероприятие, там все приглашены. Участвовать. Да, книги у нас нет, давайте сделаем красивый рекламный баннер, поставим, написали ассоциации, хорошо, они пришли счет за маркетинговые услуги, счет оплатили, и тут начались чудеса. Пришел имейл от ассоциации. Знаете, вот сейчас я должен процитировать по возможности точнее, мы получили больше информации о книге, хотя книги нет, и хотя книги, соответственно, никто не видел, и решили, что она не соответствует тематике нашего книжного праздника. Мероприятие, да. Да, то есть мероприятие, в котором в прошлом году, насколько я помню, продавая, был даже в стенде свидетелей Еговы и так далее, но вот эта книга не соответствует. Ну, вот странно. Хорошо, как вы думаете, есть предположения, от кого, какое-то давление происходит или... Потому что мы в латвийском радио тоже убрали ролик. Да, а потом уже на латвийском радио оказалось, что ролик книги тоже неправильный. Кто этот главный блокатор, по вашему мнению? Ой, знаете, ну кто же это мог бы быть? Но через что? Знаете, по-моему, это очень ясно показывает, очень так убедительно показывает ту реальную ежедневную власть, которую имеют вот такие вот коллаборационисты, которые никуда не пропали, которые не сидят на первых постах, но которые, тем не менее, обладают реальной властью решать вопросы в свою пользу во всех возможных сферах, начиная от судов и заканчивая вот таких вот, казалось бы, абсолютно смешных ситуаций. На Пьетеком был опубликован документ за подписью Ванцовича, как тогда судьи в Советской Латвии смертный переговор вынесены. Но там как бы фрагменты были этого документа. Это было, может быть, какое-то... Ну, то есть я понимаю, что это преподносилось как, ну, такой достаточно обвинительный документ, но, может быть, это был какой-нибудь преступник, убийца, которому вынесли смертный... У меня неоднозначное отношение к смертной казни, как, я думаю, и у почти любого жителя Латвии. Так что то, что господин Ванцович, будучи советским судёй, вынес 4 смертельных приговора через расстрел, я... у меня нет такого стопроцентного мнения, это хорошо или плохо. В Советском Союзе смертные приговоры всё-таки не давали просто так. Там вот тот же самый господин Ванцович за... По-моему, был случай, когда человек порыв ревности убил, застрелил свою жену, он за это получил то ли 6, то ли 7 лет тюрьмы, ну, не так. А за торговлю валютой можно было получить... Вот, но то, что будет очень важной частью будущей книги, это те приговоры, которые господин Ванцович выносил людям за... Ну, я бы не знаю, вот то, что можно дать реальный тюремный срок за то, что человек решил купить свитеры, продать подороже. Вот, и таких случаев десятки. И вот это вот... Ну, мы все помним, что были в Советском Союзе вот так называемые пролетарские преступления, нарушения закона и буржуазные. Пролетарские он дал кому-то, извините, в морду или что-то там ограбил, и советское государство к этому относилось более-менее понимающе. Ну, вот, пролетариат, он такой, какой есть, ну, дадим ему там условный срок или там пару годиков, и все. И были буржуазные преступления, то есть, что-то купил, что-то продал, нарушал паспортный режим и так далее, и так далее. И в этом плане господин Ванцович, товарищ Ванцович, выказывал особенное рвение, особую принципиальность и особую твердость к врагам советского строя. А как вы, кстати, выбираете героев для своих книг? Это, может быть, чей-то заказ? Это ваше собственное предпочтение? Может быть, у вас есть какие-то спонсоры? Это мое собственное предпочтение. И вот с третьей книгой чекистов и коммунистов было два варианта. Или господин Ванцович, или господин Бичкович, который тоже был советским народным судей, у которого тоже масса, скорее всего, интересных, кавычках, решений суда. Но был большой минус у господина Бичковича. Все материалы о нём находятся в Якопилском зональном государственном архиве. И я не был готов на месяц уехать в Якопил, чтобы там жить в архиве. Так что это оставим на следующий год. Господин Бичкович будет председателем Верховного суда ещё до мая следующего года. Может быть, успеется. А все материалы про господина Ванцовича, товарища Ванцовича, те, которые мистическим образом не пропали, находятся здесь, в Риге. Так что это было гораздо легче. Хотя тоже это было нелегко. Хотя тоже мне пришлось месяцами переписываться с руководством архива, который пока получит разрешение. А какого архива? А государственного архива, да. И рассказ ещё не закончился, потому что часть криминальных, уголовных дел находятся в архиве Верховного суда. Они почему-то не переданы в государственный архив. В Верховном суде, конечно, другие правила, кавычках. И доступность тоже. И доступность совершенно другая. Так что там я ещё переписываюсь. Ещё вот один документ, если можно так сказать, был опубликован на Петоком, где, это скорее вырезка из газеты, где в 91-м году рассказывается о студентах, которые там получили стажировку в США, и там назывались имена Илмара Римшевича, Ирмалца Ванцовича. Вот это, что у вас было как раз, что их объединяло? Какой-то такой многозначительный комментарий, что знакомые имена. До этого пока не дошли, но можно сказать, что люди, которые в то время могли спокойно выезжать, это были не самые обыкновенные люди, и то, что эти имена, фамилии стоят одна возле другой, и тоже, по-моему, совершенно не случайно. Рано или поздно, правда, выплывет, и мы об этом знаем. Может быть, вернёмся к злободневным нашим темам по поводу медиков, оплаты труда и их выгорания. Вы также опубликовали достаточно интересный текст, где сравнили телевидение, поддерживаемое государством, и агентство «Лето» с поведением проституток. Проституток, да. Именно так. Да, именно. И в отсылке, почему вы меня так назвали, из-за того, что они, может быть, организовывали какие-то вбросы в общество, где писали о том, сколько на самом деле получают медики, о том, что несколько, это тысяч в месяц, и даже один из них, врач, получает почти более 30 тысяч в месяц. В связи с этим я хотела бы спросить, вот как вы думаете, то есть это абсолютно заказные материалы, если да, то кто организовывал, по вашему мнению, эти вбросы, и можно ли тогда говорить о каком-то общественном телевидении в данном случае, или всё-таки это уже тогда получается государственная СМИ, если на повестку дня имеет влияние кто-то из них? То, что я могу сказать с полной уверенностью, я всю свою профессиональную рабочую жизнь занимался данными. Данными про людей, про доходы, про собственность и так далее, и так далее. И я очень чётко знаю, вот есть достаточно мало вещей, которые я знаю абсолютно 100% чётко, и это одна из них, что какие данные можно где-то получить вот просто так в открытых базах данных. Которые, какие данные являются чистейшей, воды подброшенными, и в связи с какими данными требуется подсказка, дяди откуда-то. То, что публиковало латвийское телевидение и агентство лето про врачей, которые получают месяц столько-то и столько-то, в лучшем случае являлось результатом подсказок откуда-то из службы госдоходов, из Министерства финансов. В худшем случае это являлось просто вот информацией, информацией, которая в этой же службе госдоходов была подготовлена и отдана на распространение. Чтобы что, настроить общество против медиков? Ну, вы же сами видите, что происходит вокруг. У нас есть медики, которые говорят, вот вы же принимали закон, где наши плюс 20%, и есть государство, которое эти 20% дать не хочет, или не может, или не может, не хочет. Вот, хотя по всем цифрам выходит, что могли бы, если бы хотели. Вот, ну и, скорее всего, были какие-то умные люди, которые пришли, говорили, давайте вот будем дискредитировать этих, которые там слишком много денег хотят, ведь проще не дать им денег, а показать, вот сколько денег они и так получают. Вы же сами работали в агентстве ЛЕТО, вы даже были главным редактором. Был главным редактором, да. Как это может происходить, условно? Как вы видите эту ситуацию? Кто-то позвонил кому-то, естественно, наверное, там, в данном случае главным... Если вы внимательно посмотрите на данные про то, сколько денег агентство ЛЕТО в год получает от госучреждений, продавая свои новости и так далее, вы поймёте, что лучшим случаем эта частная компания является частично зависимой от государства, от решений этих учреждений, которые спокойно могут вот конец года решить. Давайте не нужны нам эта лента новостей, обойдёмся в следующем году. А агентство ЛЕТО без этих государственных заказов, по моему твёрдому убеждению, выживать не может. Вот. Каким образом происходит вброс информации, вот как происходит процесс мотивации, я со свечкой там рядом не стоял и не знаю, но я не думаю, что это происходит в абсолютно брутальном образом, что вот тебе информация, если завтра не публикуешь, то вот заказа тебе не будет. Вещи можно подавать и гораздо более цивилизованным образом. Ну, например, вот приходит человек к своему знакомому и говорит, вот какая актуальность в стране, вот медики, зарплата и так далее. А тут, кстати, вот такая вот интересная информация. Вот для полноты... Вот все... Картины, да. Картины, вот интересно же, ну вот. Давайте. Ну и то же самое с латвийским телевидением. Вот как-то им подбрасывается тема, потом подбрасываются вот такие вот замечательные данные. Но вы же видите, что творится в стране. Ну-ка, вы же не будете публиковать? Ну, будем, конечно. Ну, наденьте, пожалуйста, наушники, давайте мы приеме звонок. 672-12-939, 672-13-939. У нас сегодня в гостях журналист-публицист Слато Лапса. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Да. Во-первых, очень рад вашему гостю. Вот. Я к началу передачи, если можно вернуться, если можно, про мифы. По моим... Ну, так, что мне удалось прочитать там, удалось увидеть или услышать. По моим понятиям, Овалова вообще не интересовала Бермонтова, Овалова вообще не интересовала Латвия. И шел он на Петербург, Латвия просто по дороге попалась. А те самые, так же, как в Эстонии взяли, разоружили Юденича, который тоже шел на Петроград, вот, то, в принципе, значит, наши друзья, которые помогли в самостоятельности Латвии, это те друзья, которые всегда стояли против возобновления Российской империи как конкурента. И даже дошло до того, что двоюродный брат Георг отказался принять царя Николая в Англию, именно потому, что его правительство там тогда... А ваш вопрос, простите, в чем? Вот. Так, извините, еще секундочку. И сразу же Риги я смотрел, когда, по моим понятиям, вообще в сороковом году такие фильмы надо было выпускать. Вот. А вопрос там мой простой. Значит, нет ли каких-нибудь исследований, помимо наших или помимо эстонских, которые бы этот вопрос как-то освещали, и как это отразилось? Ну, вот про латвийских стрелков все говорят, а как это отразилось на том, что был создан Советский Союз, который к нам сюда и пришел. Спасибо, да, я понял. Ну, я понимаю, что занимаетесь ли вы историческими какими-то расследованиями, исследованиями прошлого, переформулируя вопрос? Нет, я бы с удовольствием, но вот нельзя объять необъятное, как говорил всем известный Кузьма Прутков. Так что, ну, у меня есть мое собственное мнение относительно неких ключевых исторических фактов и процессов, но это мое личное мнение. А вы используете вот не только открытые источники, ведь совсем недавно вот опубликован был очень интересный список торрентов, которые качают на государственных учреждениях, и в том числе там Минблак, там, например, качает там файлы с хардкором 3x, там и так далее. Вот каким образом вы получаете такого рода информацию? То есть там для того, чтобы понять, кто что качает, нужно же знать эти все IP-адреса. Как портал получает информацию, мы, в принципе, у нас замечательные читатели, которые во многих сферах осведомлены гораздо лучше нас, так что без них мы никто. Хотела бы вас спросить про политическую ответственность. Мы вот часто очень дискутируем в этой студии, допустим, говорим, если мы с вами, обычные законопослушательные жители, нарушаем правила дорожного движения, превышаем скорость на дороге, нам тут же приходит штраф оплатить, садимся там нетрезвыми за руль, лишение прав и прочее-прочее. Рассуждая о том, как политика себя ведут, на своем портале pt.com, я, может быть, заменю причинное слово, вы охарактеризовали их поведение так. Да, мы офигели и что? Слово офигели заменено в данном случае. Какую ответственность должны ли могут нести политики? То есть мы с вами, даже любой предприниматель, если будет не совсем хорошо, неграмотно управлять своим бизнесом, он и банкротится. Это его ответственность. То есть он сам будет виноват в этом. Что могут сделать политики за неумелое управление государством, за невыполнение законом? Какая ответственность на них лежит? Были такие славные времена современной Латвийской республики, которые, когда считалось, что если человек в политике что-то напортачил, он должен, по крайней мере, уходить с поста, а то и из политики вообще. Все это коренным образом изменилось в очень конкретное время. Помните, была такая партия Явная Слайкс в новое время, замечательные представители которой во главе с господином Домбраускесом и прочим придумали замечательную формулу, что уйти с поста было бы очень просто, но мы будем поступать ответственнее, мы останемся на посту, чтобы продолжать работать. Ну вот и с тех пор и понеслось. То есть, главное правило политической жизни, политической этики, как бы смешно это ни звучало, то если сделал что-то непримемлемое, что-то плохое, совершил ошибку, а то и вообще что-то кого-то обманул, кого-то украл, уйди из поста, уйди из политики. А что мы сейчас видим? Круговорот. Мы видим то, что даже люди, у которых имеются уголовные процессы, которые являются основными персонажами уголовных процессов, не собираются не то, чтобы уходить из политики, даже из своих постов не уходят. У нас есть министерство юстиции, в которой одной из главных лиц является Юрис Юреш, который является и депутатом Сеймана, который является персонажем уголовного процесса. Против него этот уголовного процесса начат, и он будет, и рано или поздно будет суд. И это человек, который, если бы он продолжал работать в какой-то там, не знаю, сейхо-хозяйственном управлении, но прислушайтесь. Министерство юстиции, юстиции, юстиции. Еще просто у меня вопрос. Вот, например, большие протесты против территориальной, административно-территориальной реформы. В то же время по латвийскому телевидению, господин Буце, там идут буквально сюжеты, ролики, где он рассказывает и уверяет, что все это будет проводиться. Вот насколько, по-вашему, ну, то есть это не, ну, насколько это тактично, противоречит ли это закону, что мы, оплачивая, ну, как бы, телевидение, и мы протестуя против территориальной реформы, получаем, как бы, за свои же деньги промывание мозгов. Это как раз является одним из многочисленных проявлений того, что прилично называть, да, мы офигели, ну и что? Да, мы можем позволить до выборов еще три года, вы все забудете. Последний год до выборов мы будем говорить правильные вещи, приятные вам вещи и принимать правильные вам решения. А вот сейчас мы будем делать, что хотим и как хотим, и будем ставить своих жен на высокие посты в фонде интеграции общества. Да все мы будем делать. Мы не будем соблюдать, вот, ну, вы же помните, вот это замечательное выступление господина Бондарса на телевидении, что закон про зарплату медикам мы соблюдать не будем, потому что у нас нет денег. Но свои зарплаты депутатские мы будем повышать, потому что этого требует закон. И все. Два слушателя одновременно с идентичными вопросами, нет, я сочетаю по ватсапу, да. Ваши прогнозы, каким вы видите будущее Латвии на ближайшие 7-10 лет и какой экономический или политический строй в Латвии должен быть? Какой должен быть? Ирина и Виталий спрашивают у вас. Ваши видения? Я надеюсь, что ничего плохого не произойдет. Хотя, скажем так, что глядя на то, что происходит сейчас в отношениях власти и народа Латвийской республики, я примерно представляю, почему в 40-м году не было тех людей, которые были готовы с оружием в руках защищать ту Латвийскую республику. И проливать свою кровь. Почему их было так ничтожно мало? Почему основная часть и народа, и армии на все это просто смотрела? И, по-моему, все-таки вот пришли советские войска, началась оккупация, они сидели, сложа руки, думали, ну и что, может быть, и хуже не будет. Вот, было, конечно, хуже, но и... Да, давайте, может быть, еще звонок примем, вот сейчас наденьте наушники. Да, доброе утро, коротко, пожалуйста, у нас так много времени. Доброе утро, коротко. Вы не хотели бы написать еще одну книгу по истории успехов Латвии, ездя по окрестностям и глядя на эти трехэтажные особняки оценочной стоимостью под миллион евро? Ну, да, я иногда вот такие районы заезжаю, и это, да, это требовало бы некоторых вложений, но на земельную книгу и прочие данные, но, наверное, это бы получилось очень интересным взглядом на современную историю Латвии. Одного Балтазера было бы достаточно. Да, я, может, в завершении программы мы хотели бы вот сейчас перейти к частному сектору СМИ. Как вы можете прокомментировать, что сейчас происходит с реорганизацией ЛНТ-ТВ-3 и также закрытием газеты «Диэнос Бизнес»? Вы также работаете, как я понимаю, в частной сфере, поддерживаете портал Петек Ко, мы ведете его. То, что частная журналистика как будто бы, ну вот, рассыпается в стране, то есть, ну вот, закрываются газеты, остается практически только государственная вещь, а не вот насколько эта ситуация сложная, критическая. Ну, все плохо, да, все плохо. Ну, 21 век пришел, и он пришел своими новыми реалиями, им надо как-то пытаться соответствовать. Я уже, по-моему, несколько лет назад в частном разговоре говорил, что если бы мне предложили бы стать главным редактором опять какой-нибудь ежедневной газеты, я бы отказался, потому что я не знаю, я не представляю, как можно, что нужно делать с ежедневной газетой, чтобы она выходила и выживала и процветала. Я просто не знаю. И то, что происходит, ну, нам-то кажется, что вот телевидение, они живут, у них столько рекламы, они живут там припеваючи и так далее, и так далее. Но вот люди, которые реально считают деньги, считают иначе. Если бы телевидение не знало, куда деньги девать, они бы оставляли и второй канал с новостями, и третий, и четвертый, ну, если это приносит деньги. Но если владельцы телевидения, у них единственное желание это сделать какой-то продукт, который можно потом дорого продать, а это именно тот случай с ТВ-3 ЛНТ, то вот это вот решение, оно продиктовано реальными экономическими условиями. И все. И там можно, вот, все те, которые хотят по этому поводу кричать, у них же всех есть возможность, вот, соскребите там несколько миллионов и выкупите каналу ТВ-3, а они продадут, не сомневайтесь. Только предложите им цены. Да, нам на этом пора заканчивать. Спасибо большое, что пришли. На сегодня в гостях был зналист, публицист Латулапс. До свидания.